В какие дома будут переселять жители из аварийного жилья, посмотрели сегодня чебоксарские депутаты. Комиссия городского собрания по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города провела выездное заседание. Ольга Пырочкина подробнее. В марте застройщик заключил с городом договор генподряда, а к 1 июня уже возведены пять этажей. Речь про будущий жилой дом по улице Богдана Хмельницкого. Все квартиры в нем предназначены для переселенцев из аварийного жилья. По улице Парижской коммуны в доме для переселенцев пока возводят первый этаж. Как объяснили строители, здесь сложный рельеф и геологические условия. Прежде чем забивать сваи, пришлось проводить испытания грунтов. Так или иначе, дом должен быть сдан к концу лета. Объем кладки, который будет выкладываться, я думаю, надо выводить на 150 кубов в сутки, ориентировочно, чтобы успеть в установленной сроке завершить стройку. Со вторника здесь человек, наверное, 100-150 человек будет камечком. Депутаты и представители городской администрации побывали и на строительных площадках по улице Ленинского, Комсомола и Магнитского. Они отметили, в этот раз выездное заседание прошло необычно. Ни один объект не вызвал нареканий и замечаний. Впрочем, бдительность терять нельзя. Мы поедем еще раз в депутатскую комиссию и проверим, насколько они выполнили свои обещания. Здесь стараются строить уже 5, 6, 7 этажей. Идем по графику. В настоящее время строится 5 многоквартирных жилых домов на территории города для переселения граждан. Всего нам предстоит переселить 984 семьи. Соответственно, под эти цели мы строим эти 5 домов. На этом четвертый этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья город Чебоксары завершит. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.